Антивирусные меры на железной дороге. Одним из основных способов защиты от нового коронавируса признана дезинфекция. Сегодня обработки в Приморье подвергают буквально всё. От подъездов жилых домов, детских садов и школ до такси и автобусов. Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников на дальневосточной железной дороге также принимаются меры. Так, пригородные поезда проходят ежедневную противовирусную дезинфекцию. Кроме того, работникам измеряют температуру и следят за состоянием их здоровья, рассказывает Сергей Кузнецов, начальник дирекции моторвагонного подвижного состава. Локомотивные бригады проходят в предрессе медицинский осмотр, где уже более тщательно медицинскими работниками просматривают его состояние здоровья. Подвижной состав у нас обрабатывается ежедневно. Два пункта формирования – это станция Владивосток, пункт технического обслуживания. И более тщательная и углублённая уже обработка с дезинфицирующими растворами – это уже в депо. Обработка вагонов идёт полным ходом в депо «Первая речка». Делается это перед выходом составов на маршрут и в пунктах оборота электропоездов на станциях Владивосток, Партизанск, Ружина и Находка. Средства дезинфекции безопасны для здоровья человека и соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. В первую очередь, конечно, обрабатывают самые доступные места, то есть те, что находятся в непосредственном контакте с пассажирами. В первую очередь, обработке подвергаются ручки, поручни, сидения, стены, полки. Ну и локомотивным бригадам у нас выдаются маски, перчатки, антисептики, ну и в том числе и ремонтному персоналу. Работа на железной дороге не останавливается. Сотрудники выполняют все свои обязанности, а весь подвижной состав проходит обязательную санитарную обработку. Занимается дезинфекцией и перевозчик «Экспресс-Приморья» в пунктах оборота. Отметим, меры борьбы с коронавирусом применяются и на самих вокзалах. Пассажирам также измеряют температуру, а в поездах дальнего следования проводят анкетирование для выявления тех, кто недавно побывал за границей. После чего анкеты передают в транспортную полицию и Роспотребнадзор. Как ранее заявил губернатор Олег Кожемяка, должны быть приняты все меры, чтобы наши вокзалы и поезда не стали воротами для коронавируса. Что касается поездов, прибывающих из других регионов, там с Москвы и Новосибирска, обязательно наличие уведомления. Такое уведомление вы можете получить у нас в Роспотребнадзоре в точке отправления. Это должно быть выдано проводнику. Проводник раздает это людям, которые едут в вагоне. Они указывают свой адрес, откуда они прибыли. Если человек прибыл из-за рубежа, он также указывает, когда он прибыл за рубежа, где находился свой точный адрес, чтобы в последующем мы могли локализовать круг контакта. На перронах и станциях Примурья теперь информируют не только о прибытии и отправлении поездов. Жителям региона рассказывают и о симптомах нового опасного заболевания – коронавируса. И призывают, если вы чувствуете себя плохо, оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью. Юлия Ракотская, Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом.